МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире православный календарь. Программа якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Храмы Якутии, часовни Николая и Александры, царственных страфтотерцев Целия Хану. Идем в храм. На вопросы телезрителей отвечает Иерей Виталий Беликов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Священомученик Василий, пресвитер Анкирский. Священомученик Василий был пресвитером в Анкире-Галатийской. Во время широкого распространения арианской ереси он призывал свою паству твердо держаться православие. Когда же в город прибыл император Юлиан, святой Василий на суде перед ним мужественно исповедал Христа, а императора обличил за ступничество. Юлиан приказал вырезать ремни из кожи со спины святого. Пресвитер Василий бестрепетно перенес эту страшную муку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часовня в селе Хану появилась в конце 90-х годов. Тогда храм села закрыли на капитальный ремонт. И у прихода возникла необходимость в молитвенном помещении. Было решено построить маленькую часовню. И вот наша часовня была построена здесь как бы на границе. Здесь у нас получается граница, выезжаем в поселок. Как бы форпост такой некий. Ну и, конечно, кладбище, тоже форпост свой, форпост живых и мертвых. Поэтому мы, когда совершается Пасха, уже на Радонницу приходим сюда, здесь служим, поминаем наших родных, близких, служим на кладбище. Любое строительство на севере, особенно в Арктике, сопряжено с рядом трудностей. Острая нехватка стройматериалов, ограниченность во времени. Но, несмотря на сложности, часовню поставили и осветили. Строили всем миром, по-малу все помогали, внесли свой вклад. К субботнике устраивали, тут на дачу еду готовили, ребята тут у нас обедали. Ну, интересно было как-то, немножко с воодушевлением таким, с будущим. Когда часовню поставили, такая, как нам игрушечка казалась, а красивая такая, радостная, светлая такая. И все приходили, конечно, все приходили, любовались. Надо сказать, что, несмотря на то, что храм закрыли, потому что вынужденно был закрыт, там ремонт производили, да, тут приходили много людей. Хотя это очень отдаленно, даже зимой, жуткие, жесткие морозы, 50-55 градусов верующие приходили. Часовня имеет алтарь, поэтому, несмотря на маленькие размеры, здесь может служиться литургия. Строительство таких часовень на севере благословил в свое время еще святитель Иннокентий. Они очень практичны, вместительны, не требуют много дров для обогрева и удобны для богослужений. В селе часовня полюбилась всем. Тут накладок у меня очень много лежат, мои близкие, знакомые. И это вот очень хорошо, что вот наш батюшка, вот отец Евгений, установил, поставил вот такую часовню, чтобы вот помолиться за своих близких, родных, знакомых. Часовня Николая и Александры, царственных страх-тактерцев, стоит на въезде в село Хану. Она единственная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наша самая популярная рубрика «Идем в храм». На вопросы отвечает Ирия Виталий Береков. Телезрители спрашивают. Если не отпевали, можно ли поминать в церкви? Если человек был крещён, но похоронен без отпевания, гражданским прощанием, то можно ли его имя подавать записки на проскомидию? В целом, мы, узнав о смерти близкого или знакомого человека, уже в этот момент можем молиться о нём упокоении, подавать записки, служить панихиду, даже до его отпевания. Очень часто бывает так, что человек попросту не имеет возможности физически присутствовать на самих похоронах. Находясь у себя дома, он может заказать в этот момент свой рукауст, обратиться к священнику, чтобы тот помолился об этом человеке. Если не совершалось отпевание, можно заказать тот чин, который сейчас условно называют заочным отпеванием. Но вместе с тем не следует, заказав этот чин, оставлять храм, но важно участие человека, который просит об этой молитве. Важно, чтобы вы присутствовали на этом запокойном отпевании. Я, Кидыба Наталья, преподаватель Воскресной школы Казанского храма города Нерюнгре. Мирская моя профессия – учитель-дефитолог реабилитационного центра СУВАК. Все мои деятельности связаны с работой с детьми. Дети бывают послушные и непослушные. Но главная их особенность, что они всегда доверяют слову взрослого. Евангелие – это слово Бога. Для меня оно слово правды, которое никогда не лукавит, не обманывает. Оно истинно. Истинный абсолют, который помогает в этой жизни выбирать те поступки, которые бы были угодны Слову Божию. И сейчас я прочитаю Евангелие от Матфея, седьмую главу. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки-хищни. По плодам их узнаете их, собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит, и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли именем пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и развелись реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает все слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и развелись реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова Сии, народ дивился учения Его. Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. С вами был православный календарь и Анжелика Тупицына. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok